беседочки красота здрасьте youtube-канал все для клёва да подписчик у вас здрасте ну видно что человек любитель спортсмен я не знаю с одним удилищем что тут рыбалка плата дорого 180 как вас зовут вячеслав очень приятно александр вячеслав расскажите тут деньги берут за рыбалку до много-много 150 рублей 150 да вот там взяли 180 что-то мало взяли попросил что взяли дешевле воски до льготы лишь как постоянному члену иногда приезжаю сюда вот поэтому но не знаю попросила говорю говорю дороговато ребята вы что поэтому сказали 150 все дальше нельзя все я попытаюсь сегодня проводить бесплатно посмотрим как меня это получится но это хорошая идея вот по идее у нас вступил сейчас уже силу 233 закон украины подписаны президентом зеленским такого быть не должно чтобы с рыбака на водоеме государственного назначения чтобы с него брали деньги ну посмотрим подойдут ли ко мне наверняка вот они что-то где-то живут вот они 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 вот это самое вот тут у них домик есть люди останавливаются бывают приходят вот я здесь ночевкой был от ночевала тут здесь вот ну вот 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 я и я имею ввиду что например вот эта услуга совершенно вот эту услугу вот за эту услугу они могут будут а тут если у них коммерческой деятельность позволяет брать деньги за то чтобы была чистая постель да 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 вы туда согласен рыбалка как дону за бесплатно и государства и водоем государственного назначения за услугу за переночевать за то что человек в домике там за беседку за мангал там еще за за вкусный ужин на внешний ужин за платную парковку например за то что человек пришел мог где-то там остановиться вот это да это я согласен а здесь у нас местор она посмотрим как она будет итак друзья мы с вами находимся на русалке вот такая территория днестра есть она огорожена написано нечестно территория причал я сюда заехал посмотрим есть платная рыбалка или нет вот порыбачим посмотрим подойдут или нет ребята сколько стоит рыбалка и должна ли она быть платной и с учетом того что 233 приказ закон украины подписанный президентом зеленским мы сегодня будем с вами увидеть плотву на этом месте я буду использовать fish dream black спорт black возбудитель аппетита вот такая плотва и потекай и на пачку вареный конопли этого мне хватит буквально на три часа рыбалки мне больше принципе не надо числа отвести душу посидеть подышать свежим воздухом взял такая фидерная оснастка на одной бусинке с отводником и кормушечкой кормушка у меня 90 грамм сегодня течение хорошая и есть поводочек 60 сантиметров крючок использую 14 номера такой вот маленький золотой прикормка черного цвета это такая желтоватая вкусный запах вот такая получилась прикормочка запах хороший ну чтож я готов сделать первый заброс кормушечка два парышка начинается ветер может быть даже к лучшему не ожидал я беру рыбка подлещик вот это да прикормка хорошо пьет воду и мне пришлось три раза доливать воду чтобы она стала нормальной консистенцией специально кормушечкой крючок вот 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 такой красавец. Иди гуляй. Красивая таранечка. На червя с опарышем. На маленький крючочек. Золотого цвета. Класса клюет. Еще один. Подлечь. Ой, друзья, прикормка отличная. Лещевая, подлечевая, козлиная. Как хотите называть ее, но на нее ловится подлечь. Вот такая красивая таранечка. Причем поймалась сразу. Я только забросил. Еще даже не обстосала опарыша. Сразу поймалась. Что буквально нужно 2-3 минуты для того, чтобы поймать рыбу. То есть, сегодня настолько хороший клев, настолько классно все клюет, что получаешь классное удовольствие. У меня закрепсовано на 40 метрах. И я знаю, что прикормка находится именно в точке прикорма. То есть, у всех клюет тарань. У меня клюют козлики. Значит, это реально сделать, если правильно подобрать прикормку. Здесь я уже где-то полтора часа, так ко мне никто не подошел. Я попытаюсь сам сейчас подойти туда к охране и спросить по поводу рыбалки, стоимости и оплаты за предоставленные услуги, типа по рыбалке. Вот почему так? Почему вы заплатили, а ко мне не подходит? Ну, потому что я знаю, что тут берут деньги. Когда я приехал, я сразу подъехал, подошел и, так сказать, предложил себя обилетить. А, вот. Сколько вам дать денег? То есть, вы сразу изначально пришли, сколько вам дать денег? Не то, что сколько вам дать денег. Я знаю, что просто в этом месте здесь платная рыбалка. Вот. В этом я бывал здесь и я знаю. Вот. Они бывают, что не сразу подходят к человеку, они бывают, позже подходят. Вот. По-разному. Даже при том, что эта земля в аренде, в аренде, официально, вот, земля русалки, это называется русалка, здесь она в аренде. Но не имеют права они ограничивать меня, как гражданина, да вообще. Человека. В том, чтобы я ловил здесь рыбу. Они могут мне предложить здесь платные услуги. Спустить лодку. Допустим. Я еще даже не в курсе дела. Может быть, это так и есть, потому что это, как бы, зона причала. Они могут предложить мне, предложить мне услугу переночевать в их отеле. Вот в том. Да. Вот это они могут мне предложить. Если мне понравится, что у них там чистые, какие-то белоснежные простыни, да, я там лягу, у меня там будет Wi-Fi какой-то. И мне это нравится. Или предложат утром-завтра. Ну, я могу сказать из своего опыта, я прошу прощения, что перебиваю, из своего опыта могу сказать только одно, что тут Wi-Fi нет. Если они не предоставляют мне какие-то услуги. Да, что есть смысл, за что платить. Да. Тогда да, я согласен с вами, что так и должно быть. Но вот этим законом номер 233, то есть теперь у вас есть право бесплатной рыбалки. И пользоваться этим или не пользоваться, это личное дело каждого. Вы сами зарабатываете ваши деньги. Если вы считаете необходимым заплатить, платите, ребят. Я не против. Но закон говорит о том, что брать плату нельзя. Запрещено. За рыбалку, подчеркиваю, за любительскую рыбалку, за причаливание к лодкой, за купание в местах общего пользования. Понимаете? То есть на реке, на водоеме общего пользования. Поэтому думайте сами, решайте сами. Но я не собираюсь за это платить. А то, что вы заплатили, ну, как говорится, дело каждого. Колхоз дело добровольное. Вот, здрасте. Ну вот ребята тоже ловят здесь на русалке, да? Да. Ловите и платите деньги, да? Конечно. Казалось бы, все. Что, значит, как все? Вот я не платил. Да, но вы без ночевок. Да какая разница? Мы заплатим за домик. А! Во! Вот давайте так. Определимся так. Если выплатил за услугу, за переночевку, переночевать. Тут я как бы, может быть, соглашусь, потому что, может быть, у них есть лицензия. Ну, то есть они имеют право заниматься. Да, может быть. Это не, даже если частная территория, неважно. Нет, на реке я знаю, что ловить бесплатно мы ловим бесплатно. Но если где-то переночевать, за это нужно заплатить. Нет, потому что платим за домик тоже. Нет, платим за домик. За домик. За домик. За домик только за домик, да. Ну, хорошо, ну вот стоит рыбак. С него-то взяли за рыбалку. Он же не претендует на домик. А, то есть он на день приехал? Он на день приехал, он с утра до вечера. Вы сейчас приехали, не платили, да? Абсолютно. Я даже пришел. А сколько с ним за деньги? Меня взяли 150 рублей. А, ну, я же начал. А должны были, ну, должны были брать, взять 180. А ты говоришь, что они платят. Они тоже не платят. Мало того, я подошел даже к ним сам. Мне говорю, ребята, вот я приехал, я просто вижу, что они не подходят ко мне. Я подошел к ним и говорю, ребята, вот он, я здесь пришел, я пришел сюда. Но я вам платить деньги не буду. Я говорю, вот так и есть. Вы хотите, давайте примените ко мне физическую силу. Хотите, вызывайте сюда полицию. То есть, если я нарушаю что-либо. Они-то знают, что я. Я специально к ним подошел и влез на рожон, по большому счету. Говорю, ребята, ну вот. Ну, и вот результат. Поэтому я же говорю, что они платят. Они берут за места даже из насчетки. С той стороны, вот на ту сторону переехать. Там тоже 200 гривен. Они, смотрите, смотрите, ребята, значит, хозяин этого места мотивирует это тем, что якобы здесь причал. И из-за того, что типа это причал, то он тогда имеет право типа брать деньги. Я говорю, ну хорошо, но вы видите право, например, за отчаливание этих котиров, да. За какое-то тут, может быть, хранение этих котиров, может быть, я не знаю. Но если тут стоят рыбаки и рыбачат, и тут не запрещено рыбачить, то за рыбалку, за рыбалку, вы деньги брать не имеете права. Ну, возник вопрос с ребятами стояли, обсуждали. И нужно ли платить, если мы приезжаем на какую-то частную вроде как территорию. Приезжаем вот в базу отдыха, да. За домики хорошо, за услуги мы платим. А если мы поставим палатку, то есть ловить без вопросов, мы уже это поняли, да, что ловим мы бесплатно. Если мы приедем с палаткой, поставим ее здесь, то нас возьмут деньги, должны ли мы платить. Да, смотрите, если с вас будут требовать деньги за палатку, то есть какие-то деньги, какую-то конкретную сумму они будут требовать. То есть у них должен быть какой-то перечень услуг. Что, например, услуги кемпинга, да, то есть они стоят столько-то. А это где-то у них прописано? По идее, да. Да. И в чеке, в котором они вам должны выдать, там код РДПО, там все должно быть написано. Услуга какая, за что. Понимаете? Тогда да. Скажут, вот я официально веду коммерческую деятельность на этом куске территории. Да, рыбалка бесплатна, проблем нет. Но, если вы поставили здесь всю ее палатку, значит, у нас по перечне, по прикуранту наших цен, по идее, цена такая-то. Ну, покажите, где это прописано. Да, конечно. То есть должно быть, по идее, весь перечень услуг где-то висеть на каком-то вот месте, где-то должно быть это написано. Какая-то доска, да. Какая-то доска, да, перечень услуг. Вот, например, как это сделано на трех карасях. Там перечень услуг. Вот там свой пруд. Свой пруд, да. Перечень услуг. И там все понятно, за что люди платят. Вы понимаете? То же самое и здесь. То есть, если его нету, то, по сути, я могу приехать, поставить палатку? Если его нет, по сути, да. То есть требуйте чек. То есть я готов. Заплатить? Заплатить, да. Вот деньги. Даже покажите им деньги эти. Понимаете? Сколько они от вас требуют? Потому что, вот сейчас я смотрел рыбака. С одного вы взяли 180 гривен, с другого 150. Ну вот. А вот тут один стоит здесь, вот другой стоит за этим катером. Он приехал на другой машине, просто блядь. А, понимаешь? А, посмотрели, о, лошара, блин. Давай 180. Да. А этот вроде как свой пацан, блин. Давай с него 150. Ну это же не серьезно. Конечно. Ну должно быть какой-то перечень услуг, который утвержден. Или хотя бы согласован с кем-то, понимаешь? Ну что-то должно быть цивилизованное. Цивилизованное. Правильно? Спасибо. Решили. Все решили. Друзья, вот так заканчивается наша рыбалка. Надеюсь, вам было полезно это видео. Подписывайтесь на канал «Всё для клёва». И рыбайте с нами. И будьте в курсе всех событий, которые происходят на реках нашей страны. И еще раз я вас призываю. Не платите. Не платите за реку. Это наше общее достояние. Река. И, ну, как бы, нет никаких вариантов для того, чтобы платить за ней. Вы были на канале «Всё для клёва». Всем удачи, всего хорошего. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова